Детские новости Учителя отметили свой профессиональный праздник на этой неделе. Мероприятия прошли во всех школах республики. Дети подготовили для любимых педагогов праздничные номера. В их адрес звучали самые теплые пожелания не только от детей, но и от родителей. Школьники также посвятили учителям флешмобы и челленджи в соцсетях. Юные инспекторы движения представили свой масштабный проект «Лидер ЮИД» в музее России «Моя история». В течение двух дней юные пешеходы могли посетить специальные тематические зоны, где ознакомились с правилами поведения на дороге. Кроме того, ребят ждали интересные игры, развлечения и, конечно же, подарки. Подробнее смотрите в сюжете наших коллег. Все современные машины оборудованы ремнями и сзади, и спереди. Зачем это нужно? Чтобы защитить пассажира. Проект «Юные инспекторы движения» традиционно собрал десятки школьников. Детям интересно всё, что касается автомобилей. Многие из них планируют в будущем водить авто и уже сейчас хорошо знакомы со многими правилами дорожного движения. Правил дорожного движения уже собрали до травы, чтобы не было аварий и чтобы всё было хорошо. Чтобы не было опасных случаев. У нас в Ленинкенте на дорогах около нашего дома уже было пару аварий. Хочу сказать, чтобы не превышали скорость, а то перед моими глазами, возле моей школы сбили одного мальчика. Если водитель будет ехать со скоростью, то это может привести к плохому. На импровизированной автомагистрали ребятам объясняют не только, как правильно перейти дорогу, но и показывают, как оказать первую помощь пострадавшим на дорогах, как работает двигатель и что происходит с непристёгнутыми пассажирами во время ДТП. На самом деле приятное удивление, что дети действительно много знают, дети много умеют и дети проявляют очень активный интерес. Задают много вопросов на те темы, которые им менее освещены. И очень активное, классное участие принимают в самом проекте. Первые отряды юных инспекторов движения были созданы ещё в 1973 году. Сегодня проект реализуется в рамках госпрограммы «Безопасные и качественные дороги». Цель проекта – привить детям навыки безопасного участия в дорожном движении, будь то в качестве водителя, пассажира или пешехода. Как школьнику попасть на Северный полюс? Можно заплатить 2,5 миллиона рублей как турист и отправиться в пятидневное путешествие. А можно хорошо учиться, стать призёром конкурсов и победителем Всероссийских Олимпиад и получить заведную путёвку бесплатно. 68 умников и умниц со всей страны смогли попасть на атомный ледокол «50 лет победы». С ними в компании были туристы и журналисты. Один из них – корреспондент телекомпании НТВ Амар Магомедов. О своих впечатлениях он рассказал на встрече с учениками 6 класса Каспийской гимназии. За 10 дней экспедиции дети не просто стали полярниками и друзьями, но и поняли, что в мире, где нет интернета и нужно тепло одеваться, тоже бывает интересно. Журналист рассказал детям об обитателях Северно-Ледовитого океана, показал отрывки сюжетов, фото, видео, которые записал во время путешествия. Дети с большим интересом слушали и задавали много вопросов. В беседе со школьниками Амар Магомедов подчеркнул, что в Дагестане много талантливых ребят и пожелал мальчикам и девочкам отличной учёбы, чтобы и у них появилась такая возможность побывать на Северном полюсе. Школьница из Нербента стала призёром всероссийского конкурса. Гиллхалум Алиева, учащаяся 11 класса, заняла третье место в конкурсе «Молодые профессионалы». Он проходил в Уфе и собрал больше полутора тысяч конкурсантов из 76 регионов страны. Участники соревновались в течение недели. Вести уроки для детей, когда ты сам ещё школьник, дело непростое, признаётся девочка. Но Гиллхалум отлично справляется с этим. Свои педагогические таланты она показала ещё в региональном чемпионате. Тогда школьница вошла в тройку призёров. Любовь к детям, умение с ними работать, а также усиленная подготовка дали результаты. Чемпионат прошёл, как я считаю, очень хорошо. Результат, конечно, меня очень порадовал. Борьба была сильная. Соперники были тоже очень сильные, но, несмотря на это всё, я не стала сомневаться в себе, в своих усилиях. С какой профессией связать свою жизнь, девочка ещё не решила. Выбирает между медициной и преподаванием. Отметим, что победа на таком чемпионате даёт школьнику преимущество при поступлении в ВУЗы и СУЗы. 18 тысяч дагестанских детей отдохнули этим летом в детских оздоровительных лагерях. Всего было 25 загородных учреждений и более 60 пришкольных. Об этом рассказали в Министерстве образования региона. Также для детей были организованы спортивные площадки, художественные кружки, уроки краеведения и другие формы летнего досуга. В этом году специалисты Минобразования особенно следили за тем, чтобы отдых детей проходил только в безопасных лагерях, получивших разрешение. Гала-концерт лауреатов республиканского конкурса юных композиторов состоялся в Махачкале. Он проходит уже третий год подряд. Участники – это воспитанники детских школ искусств и Махачкалинского музыкального училища. Победителей среди молодых композиторов выбрали в три этапа. Первые прошли онлайн. Жюри прослушали большой объем музыки, просмотрели нотный и видеоматериал. Открытием года, по словам членов жюри, стал музыкант Даниил Джалилов. Он представил и публике авторские пьесы на флейте и фортепиано. Подать заявку на конкурс мог любой желающий. Никаких жестких ограничений не было. Участники выбрали любой жанр для выступления. И немного о спорте. Дружба – так называлась матчевая встреча юных боксеров в Махачкале. Проходила она на базе спортскола имени Ибрагимова в 20 весовых категориях. Призы можно было получить не только за победу, но и в отдельных номинациях. За волю к победе, за лучшую технику и лучший боксер. Продолжим в нашем сюжете. Одним из первых победу в весовой категории до 37 килограммов одержал представитель команды Дагестана Хайру Хайруев. Спортсмен из Даргилии. Боксом занимается два с половиной года и уже успел стать призером республиканского первенства. Очень хороший соперник. Мне легко было его выиграть, но я выиграл его. В корпус начал и с головой. Рамазан Джамиев из Каспийска также сумел взять вверх над своим соперником в весе до 38,5 килограммов. За четыре года занятий боксом выигрывал зональное первенство Дагестана. Работать еще на дистанции, потому что ростом был... Как я? Не больше. Мне пришлось тяжело с ним. Наставники рассматривают эту встречу как подготовку юных боксеров к различным соревнованиям. Этот опыт позволит спортсменам оценить свои возможности и проработать ошибки. Десять наград различного достоинства завоевали воспитанники спортивных школ Дагестана на первенстве России по вольной борьбе среди молодежи. Соревнования прошли в городе Нарофаминг с Московской области. На их счету пять золотых медалей, две серебряных и три бронзовых. Золото в своих высовых категориях взяли Ибрагим Абдурахманов, Шамиль Имам Гаджи Алиев и Сапудин Магомедов. Всего же в соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов. Время нашей программы подошло к концу. Пора прощаться, но ненадолго, всего на неделю. С вами были Мухаммад и Полина. Хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова